Сегодня у нас на повестке дня интернет-разборки американского режиссера Майкла Мура и президента Трампа, натянутые отношения Катара со своими соседями, а также невероятное космическое открытие. Не переключайтесь. Сайд для разоблачения американского президента. Идея создать ресурс, на котором будут храниться компроматы на Дональда Трампа, пришла в голову популярному режиссеру-документалисту Майклу Муру. Называется разоблачающий источник Трампиэликс и, по сути, это не отдельный сайт, а всего лишь вкладка на официальном сайте режиссера. Как пишет Мур, этот сайт предоставляет самую серьезную технологию шифрования, чтобы позволить отважным разоблачителям частным образом общаться с ним и с его командой. Они будут рады сотрудничеству с патриотичными американцами в правительстве, правоохранительных органах и частном секторе, которые знают о преступлениях, лживых заявлениях и в целом неправомерных действий Дональда Трампа и его соратников. Кроме анонимности, Майкл Мур обещает своим поклонникам и ненавистникам Трампа выпустить документальный фильм «Фаренгейт 11.9». В нем идет речь о президенте США Дональде Трампе и выборах главы государства в 2016 году. Именно Мур зимой предложил Трампу покинуть Белый дом по своей воле, угрожая инициированием импичмента. Многим кажется, что у Майкла Мура ненавистник Трампу как к политику, а ко всем президентам штатов в целом. Ведь в 2004 году мир увидел первую версию фильма «Фаренгейт 9.11», где критике и обвинениям подвергся бывший президент США Джош Буш-младший. Более того, Мур в фильме показывает причастность экс-президента к событиям 11 сентября 2001 года. Катар еще держится на плаву. Вчера мы вам рассказывали о том, что решение властей Катара сотрудничать с террористами вызвало разрыв дипотношений государства с многими арабскими странами. Но тем не менее, друзья еще остались. Например, Турция все равно будет продолжать сотрудничать с Катаром. Стамбул считает, что санкции против этой страны никак не помогут решить проблемы. Об этом заявил президент Турции Раджеп Таип Эрдоган. «Мы не считаем правильным решением вводить санкции против Катара. В период, когда нам особенно нужны солидарности и сотрудничество, эта ситуация никому в нашем регионе не принесет пользы. С одобрением воспринимаем хладнокровие Катара. Мы и дальше продолжим развивать с ним отношения», особо подчеркнул турецкий президент. Более того, глава турецкого правительства сказал, что его страна будет делать все возможное для стабилизации ситуации вокруг Катара. Эрдоган собирается помочь решить конфликт путем диалога. Следует вспомнить, что в начале недели с Катаром разорвали отношения Саудовская Аравия, Бахрейн, ООЭ и Египет. Эти страны обвиняют Доху в поддержке террористических группировок и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. К примеру этих государств последовали и администрация восточной части Ливии и Йемена, а также Мальдивы и Маврики. И новость из далекого космоса. Астрономам удалось обнаружить самую горячую планету во Вселенной. А самое жаркое из известных экзопланет удалось узнать от автора открытия Скотта Гауди. Назвали газовую планету Кельт-9b. Температура на ней 4600 градусов. Естественно, на ней гораздо жарче, чем на других звездах. Но, тем не менее, Кельт-9b вращается вокруг звезды класса А и уже на ней температура еще выше, из-за чего происходит испарение планеты. Стали известны и некоторые характеристики экзопланеты. Ее масса в 2,8 раза больше Юпитера, однако плотность в 2 раза меньше. Из-за непрекращающегося нагрева соседней звездой атмосферы новой планеты постоянно испаряется в окружающее пространство. По мнению ученых, со скоростью до 10 миллиардов тонн в секунду. И на сегодня это были все новости. Команда Дукаскопи ТВ готовит для вас еще много интересного. До завтра!